Здарова, народ! Вы на канале Миклуха Макфлай, и сегодня у нас небольшое семейное путешествие. Мы в канун праздника Троицы решили проехаться по Задонскому району. Его еще называют Русский Иерусалим. Здесь огромное количество церквей, монастырей, и сегодня много интересного вам покажем. Первое село, где мы остановились, Архангельские Борки, находится на самой границе Липецкого и Задонского района. И это одно из тех мест, возле которого мы миллион раз проезжали мимо и все время думали, вот надо бы заехать, и вот наконец-таки заехали. В селе стоит потрясающе красивая церковь Михаила Архангела, рядом кладбище с древними надгробиями. Также неподалеку находится родник, святой источник Ахтырской иконы Божьей Матери. Ну и в целом есть где погулять, есть что посмотреть, места действительно красивые. А еще, по словам местных жителей, здесь когда-то был военный аэродром, стоит памятник погибшим во время Великой Отечественной войны и братская могила. В общем, если будете в этих краях, обязательно заезжайте. Ну а далее мы поехали в деревню Репец Задонского района, где находится усадьба Кожаных. Жемчужиной усадьбы является Покровский храм 1767 года. Храм построен на средство Кожана по проекту самого Растрелли. Архитектура нетипичная для наших краев, ведь это барокко с элементами декора рококо. Невероятной красоты лепнина, которая до сих пор сохранилась, но самое главное, внутри храм декорирован, как будто бы райский сад и колонны сделаны в виде стволов деревьев. Сейчас за лесами их не видно, но можно увидеть на старых фотографиях. Последние несколько лет храм стоит на реставрации. Вот так он выглядел буквально пять лет назад, ну а вот такой очень красивый и богатый изначально был его вид. Сейчас в алтарной части в коробках собрана лепнина, и в дальнейшем она будет установлена на место. В этих нишах когда-то давно стояли фигуры ангелов. С того момента, как мы здесь были последний раз, уже вот, видите, накрыли крышу над трапезной. Буквально в десяти метрах от храма валяются, иначе не скажешь, старинные надгробия. Вот это, например, 1876 года. В последние пару лет у усадьбы и у храма появился частный инвестор, частный владелец, и храм в ближайшее время будет восстановлен. Если от храма пройти немножко дальше, то здесь стоит старинный усадебный дом. Двухэтажный дом с мезонином и двумя филигелями построен на самой высокой части участка. Первоначально дом практически не имел декора, но был очень сложным и интересным по своей форме, сохраняя черты классицизма. После революции усадебный дом стал школой, и вплоть до 2014 года здесь обучались дети. Сейчас вход на территорию усадьбы закрыт, потому что это частная территория, и здесь ведется реконструкция. Но нам разрешили пройти, и даже удалось зайти в саму школу. Точнее, в главный усадебный дом. Пока здесь была школа, здание хоть и было в ветхом состоянии, но за ним присматривали. Но в последние несколько лет стало совсем уж ухудшаться, протекла крыша, и, в общем, все это было на грани разрушения. Но, думаю, всем интересно, что же внутри заброшенной школы. Атмосфера здесь, прямо скажем, не самая радостная. Сохранились учебные доски, и, собственно, все из школьного инвентаря, ну, всякая мелочь, конечно, тоже валяется. Естественно, запах стоит крайне специфический, ну и страшновато, надо вам сказать. А вот здесь уже видно, что подняты полы. Видимо, проводились какие-то исследования для дальнейшей реставрации. Это, кстати говоря, класс информатики, о чем свидетельствуют фотографии компьютеров на стене. А вот еще одна классная комната. На второй этаж я не пошел, как-то страшновато. Также можно войти в усадебный флигель. Он, когда тут была школа, служил столовой. Вот в этом помещении дети ели. Это окна раздачи, и, вероятнее всего, вот здесь была кухня. Самое классное во всем этом, что эта история, она с хорошим финалом, потому что появился хозяин, появился владелец, уже вкладываются деньги, уже разрабатывается проект реставрации. То есть, чтобы вы понимали, это будет не просто ремонт, это будет самая настоящая реставрация по всем правилам, и здание, и церковь будет переведены в первоначальный вид. Ну, а мы, осмотрев все, двинули дальше. Надо вам сказать, что Задонский район, он такой, что не деревня, то потрясающего вида церковь. Вот, например, Нижняя Казачья. А это уже Верхняя Казачья. Хотя, скорее всего, наоборот, я как-то путаю верх и низ в этих самых казачьих. Задонский район. А еще в дороге мы встретили ежика. Ну, а Задонский район – это не только церкви и усадьбы, но еще и потрясающий река Дон. Так что буду с вами прощаться, друзья. Меня в планах немножко порыбачить. Подписывайтесь на канал. Миклуха Макфлай. Пока-пока. Миклуха Макфлай. Субтитры подогнал «Симон»